Здравствуйте, дорогие! Вы на канале Тайны Жизни 2, и с вами я, его ведущая, Анастасия Овсянко. И в этом интервью я познакомлю вас с потрясающим мастером Марианной Володиной, создателем Международной Академии Легвисинной Терапии Человек-Творец, целителем души, коучем и тренером. Марианна помогает открыть канал памяти вашей души, потому что только ваша душа знает, что для вас истинно и важно. Своей главной задачей в этой жизни мастер считает научить людей слушать свою душу и позволить ей вести человека по дороге жизни. Вспомнить все. Для тебя что ты вкладываешь вот в это понятие? Потому что мы с тобой даже когда готовились к интервью, то ты самая первая. То есть я говорю, какая тема может быть? И мы пришли к тому, что вспомнить все. И здесь я так чувствую, что это не имеется в виду вернуться, когда на мне было три года или что-то вроде того. То есть отмотать, переспросить всех родственников, как же были какие-то исторические события или что-то вроде того. А это что-то более глубже и гораздо интереснее. Что ты вкладываешь в это понятие «вспомнить все»? Это настолько емкое понятие «вспомнить все». Потому что вспомнить все, в моем понимании, это раскрыть память своей души и вспомнить не только о событиях текущей жизни, как я был маленьким, как что-то было в моей жизни, но и как я родился в этот мир, как произошел мой день рождения, именно день рождения, как я родился в какой день, как я себя ощущала, когда я была в внутриутробном периоде, как моя душа готовила воплощение. И вспомнить вообще все от момента создания души. То есть в какой-то момент душа же когда-то была создана Богом, как шарик отделился от Творца, и потом эта душа стала путешествовать по Вселенной, путешествовала, путешествовала, И в какой-то момент появилась земля, и душа начала проявляться на земле И на земле сначала мы жили, мы души, как в тонких телах Потом всё это уплотнялось, потом наступили тёмные времена Забвения, мы забывали вообще о Боге То есть вспомнить, получается, всю эволюцию сознания Даже не человечества, а души, духа Вот вспомнить всё, это прям вот совсем всё И в итоге ты приходишь к тому, что ты вспоминаешь что-то на самом деле Потому что базовый вопрос человечества, который часто задаётся людьми осознанными, кто я И я с него начинала свой путь, когда просто хотела сбить головой о стенку Кто же я, ну почему этот мир такой вот непонятный И ты вспоминаешь, кто ты, кто я в итоге И тогда поезд заканчивается, и всё Что я — это Бог, проживающий в этом теле, в этом сознании и творящий эту реальность Ты знаешь, ещё когда я начала только заниматься духовными практиками Я также задавала себе вопрос, кто я Но не понимала его глубины То есть мне хотелось узнать, кто я, кто та душа, которая пришла именно конкретно в это воплощение В тело Насти, то есть в таком понимании Но вот то, что ты говоришь, что это сознание себя Богом Потому что когда-то давно мы как частички действительно отделились И в каждый опыт, который мы входим на этой земле, мы забываемся вначале То есть мы как бы играем всё время в какую-то игру Мы сюда приходим душами и забываем о том, о чём мы договорились в самом начале А вот касательно договорённости душ, существует ли такое понятие? Да, конечно У нас это называется кармические отношения в мире людей, наверное, сейчас уже Душа перед тем, как воплотиться, она пишет себе сценарий Просто много раз просматривали эту историю с клиентами, со студентами И перед тем, как воплотиться, душа открывает и пишет себе книгу жизни Говорит, я хочу пройти этот опыт с этими людьми Я хочу именно таких родителей, которые причинят мне вот такую-то боль Или сделают мне какую-то вот такую вот возможность пройти такой-то опыт Я хочу встретить этих людей, родить этих детей, прожить эти болезни И умереть так-то И по сути перед воплощением душа прописывает себе весь сценарий Это не значит, конечно, что это сценарий, как в фильме, когда нельзя отойти от контекста Вся жизнь игра, а люди в ней актёры Действительно так, мы играем этот спектакль Есть много вариантов, мы можем пойти так, так или так Но основные ключевые опыты, этапы, они у нас, конечно, прописаны душой Если душа не проходит этот опыт, то это становится кармой, это переносится на следующее воплощение А если душа не проходит этот опыт, не означает ли это, что это и есть опыт души? Возможно Ну, то есть, потому что вот у меня всегда был такой вопрос Случайность и не случайность Да, случается так, что мы не прошли опыт, и мы действительно, мы должны были его пройти Или всё-таки душа знала о том, что мы должны пройти этот опыт, но не пройдём его И вот это, знаешь, то есть такая тонкая грань между тем, где действительно прописано Потому что многие же, многие системы самопознания говорят о том, что Первое, выбор есть, второе, выбора нет, да, и всё за нас прописано То есть есть каких-то вот За нас, нами Вот тот важный момент Очень многие люди беспокоятся о том, что за нас наша судьба предопределена кем-то там, богом, наставниками, бог знает кем И пытаются с этим бороться Нет, ты, душа, предопределила себе сценарий Ты, сейчас мы можем назвать это высшее я Потом ты вошла туда в этот опыт и забыла, что ты это там себе записала И такой, блин, что ж так плохо, кто виноват и что делать? А никто не виноват, ты, душа, поставила себе этот опыт пройти И на самом деле всё понятно с опытами, которые мы не проходим Мы не проходим опыт любви Это единственный опыт, который мы не проживаем То есть как Иисус, находясь на кресте, продолжает любить Вот, а мы встречаемся там, я не знаю, с соседом по кухне уже злимся То есть мы проходим опыт учиться любить, несмотря ни на что Вот это ключевая наша, наверное, задачка Быть любовью, несмотря ни на что Мы вспоминаем вот это Как быть любовью, несмотря на все обстоятельства Как быть любовью, несмотря на все обстоятельства? Быть в контакте со своей душой Внутри То есть смотреть не на внешние обстоятельства Кто что делает А на свои чувства Что я чувствую и где я это чувствую Вот я много лет разрабатывала механизм Который могла бы передать людям, как им разобраться с собой Без моего участия Чтобы отдать этот механизм людям и спокойно уйти дальше включиться в себя, что я чувствую, потому что отвечаю я только за свои чувства, а не за то, кто во мне их вызвал. И тогда мы перестанем убегать. И тогда мы включимся в себя и поймем, ага, я это чувствую. И тут тоже все очень, на самом деле, с чувствами просто. Мы испытываем либо любовь, либо страх, либо расслабление, либо напряжение. Как только мы впадаем в напряжение, мы создаем негативные эмоции вот эти вот, и в них застреваем. Но если мы, находясь на кресте, я проживала просто эти воплощения, эти опыты, находясь на кресте, расслабимся и будем любить, тогда схлопывается, боль исчезает вообще. Мы вот этому учимся сейчас. И сейчас такой интересный момент, почему сейчас на Земле люди вспоминают прошлой жизни, вдруг такое пошло. Как мне говорят, ну были же они закрыты всегда, никого это не беспокоило. Зачем сейчас ты открываешь людям память об этом? Так время пришло. Такой сейчас интересный переходный этап на планете Земля, когда нам всем душам выдают такой условный сундучок кармы. И мы его открываем, тут вот это мои такие воплощения, эти сякие, там-то я посеял зло, тут-то я посеял любовь. Мы вскрываем и смотрим, что мы посеяли, что мы пожинаем за все воплощения души на Земле. Сейчас если говорить только о земных воплощениях, а есть ведь не только земные. И если есть вот этот негатив, то нам приходится с ним разбираться. Это как канализация, ты его не сольешь, себя в этот опыт. Тебе приходится высветлять это своей любовью, и принятием, и осознанностью. И вот этот сундук у каждого из нас сейчас встает, ну у кого-то в этой жизни, у кого-то в следующей может станет, неважно. И нам приходится отвечать за все, что мы сотворили. Не как вина отвечать, а как ответственность. Я отвечаю за то, что я посеял этот мир. И если я посеял зло, негатив, то это отражается во мне самом, и по сути мы чистим сами себя. Тут даже тема рода к этому перекликается. Нам кажется, вот род иногда. Люди говорят, род у меня такой плохой. Всякое бывает. А я хороший, я сейчас отойду от рода на Бали, улечу, и будет мне тут счастье. А они пусть разбираются. Это же их карма. По сути наш род, это наша же история воплощения, наши же опыты. И вот исцеляя пространство вокруг себя, мы на самом деле исцеляем себя самого. Потому что душа это маленький кусочек, как капля в океане. Мы не можем быть отдельно от океана. Ты часть меня, я часть тебя. Мы все часть какого-то единого целого. Если я впадаю в негатив, то это отражается на всех. А если я впадаю в любовь, перетекаю внимание в любовь, то это тоже отражается на всех. Поэтому квантовое исцеление, оно именно об этом. Осознать себя квантом вот этой вселенной, но не отдельной от нее, не индивидуальной, а частью вселенной и расшириться на эту вселенную. Ну это как я вот этот мир сейчас так вижу. Изучая тему работы с подсознанием и сознанием, я часто не понимала, при чем здесь душа. Ну то есть как для меня казалось, мне казалось, что сознание и подсознание это чисто материальная тема. И здесь нужно просто понять какие-то коды определенные, ключики подобрать. И таким образом я смогу создавать свою реальность. Но были моменты, в которых, когда у меня все шло хорошо и классно, я говорила, о, здесь я создаю свою реальность. Это оно, здесь я создавала. В моменты, когда у меня шло не так, как я хотела, я отказывалась, убирала ответственность в себя. Классное наблюдение, да. Да, и говорила, такая, как это произошло? Как это произошло в моем мире? И я думала, что мне не хватает чего-то, чтобы там создавать. Как будто бы, знаешь, разделила. Вот здесь я создаю в мире, а здесь кто-то создает за меня. Не понимая, что, как я сейчас уже чувствую, что там, где я думала, что я создаю что-то хорошее, да, и там полностью проявляется моя воля и ответственность, это работа моего сознания. Я это делаю осознанно, я в это смотрю, направляю внимание. А то, что делается и меня не устраивает, это работа моего бессознательного. То есть я также создаю это в своем мире, то есть я создаю абсолютно все, как творец, но что-то я делаю осознанно и радуюсь этому, потому что я понимаю, что, ой, да, я это хотела, оно есть. А что-то делают безосознанно. Но даже то, что я делала осознанно, и оно появлялось в моем мире, оно не приносило мне удовольствия. То есть в моменте я это получала, я этому радовалась в какой-то маленький период, а потом я забывала про это, обесценивала и воспринимала как данность. И в этот момент я поняла связь сознания, подсознания и души. Потому что когда я распаковала душу, открыла в себе действительно то, что истина мое, а не воплощала сознанием свой мир из каких-то ложных убеждений, картинок и так далее, тогда это начало приносить неподлинное удовольствие. Как ты эту тему чувствуешь? То есть где связь между сознанием, подсознанием и душой? Где связь между сознанием, подсознанием и душой? Это одно и то же, или это разные совершенно вещи? Я думаю, это одно и то же. Есть просто осознанная часть души, ясная, освещенная светом. Есть такая известная картинка в интернете психологов, когда изображают айсберг, и вот эти 10% видимые над водой это сознание написано, а 90% это подсознание, этого айсберга под водой. Действительно это примерно так. И когда я перехожу в осознанное состояние, я как будто включаю свет в эти 90%. То есть он находится под водой в теневой зоне, в невидимой. Я себя не вижу, не осознаю в этом. А когда я погружаю в это внимание, я освещаю это своим светом, и получается наоборот, там может 10-5% остается в какой-нибудь теневой зоне, а остальное я просто вижу. Я вижу, как я внутри устроена, какие во мне ходят импульсы, эмоции, программки, убеждения. То есть я полностью разбирала, как я устроена, как устроен человек. Это тело. Как устроен человек? Это тело физическое, мы его знаем. Это наша личность, наш ум. Мы им думаем. Это уровень «я думаю». И тот самый неопознанный летающий объект, который мы с вами нашли только в этом веке, это душа. Раньше как-то люди этому не учили осознанно общаться с душой. Это не все, есть еще и дух. То есть душа и дух, два аспекта, они очень важны, они абсолютно разные. И многие там учения сейчас современные, которые очень классно уже разобрались в устройстве сознания человека, они еще немножко путают душу и дух, за что отвечают. Мне пришлось в этом 10 лет копаться и разбираться. Причем не во внешних источниках, а внутри себя, вот в этих тотальных условных темных ретритах випассанах. Но поскольку я с рождения жила в тибетских монастырях, видимо, мне было это привычно погрузиться в себя. И душа и дух это разные, как небо и земля, как мужское и женское, как бога, богиня. Вот дух, сила духа есть и душа. Если говорить о сознании и подсознании, то это все душа. Освещенная часть и не освещенная. То есть сознание и подсознание, оно не относится к личности, оно относится конкретно к душе. Оно проявляется через личность. Ум – это такой компьютер, который содержит оперативную память и какая-то там еще внутренняя память. Забыла, как называется. Оперативная память – это то, что я помню осознанно, то, что я знаю себя. Есть еще какая-то внутренняя, в которую я не заглядываю, но компьютер при этом работает. Мне не надо знать, как работает компьютер, потому что там внутри платки работают. Вот мое подсознание такое. И подсознание содержит как раз кучу кармы, вот этих кармических программ убеждений. Мне больно. Сделал вот это, сделал вот так. Вот эти программки все, они как раз находятся в подсознании, они выстреливают. И поэтому приходится смотреть в себя. А почему я испытала эти раздражения? Почему я сейчас злюсь на кого-то, причем даже без причины? А у меня внутри программка. Он может причинить мне боль. И очень интересно это проявляется на кармических как раз историях. Мы встречаемся с человеком, и еще вроде у нас не было отношений, а мы уже либо очень-очень там любим чувство такое приятное доверие, либо прям злимся. Или страх. Или боимся. Вот у меня было совершенно потрясающее для меня самонаблюдение, когда у меня был знакомый мужчина, с которым мы занимались такими практиками. То есть я с женской стороны прокапывала, он с мужской. И я подходила к нему и чувствовала у меня прям страх. Хотя не было причинности. Он абсолютно безопасный для меня здесь человек. Вот эта вот причинность страха, она прям была. Я пошла посмотреть, что у нас на кармическом уровне души. Я видела воплощение, где мне казалось, что он меня убивает. С помощью регрессивного гипноза? Регрессивная терапия. Я не использую гипноз, потому что я использую более экологичные методы глубинного подсознания, более ясные. То есть гипноз – это что-то более глубокое такое погружение. А мы входим через более тонкие слои, через душу. И тогда гипноз не нужен, кстати. Это очень круто, когда без гипноза можно все это смотреть. Так вот я посмотрела, и у меня эта душа, там у нас была история, когда он меня убивал. И поэтому сейчас мы встретились, мы еще даже толком не знакомы, а у меня уже чувство страха. Вот этот страх заводился. У меня связка, эта душа причинила мне боль. И я начинаю реагировать. А вот эта связка, она находится на уровне души, на уровне ее бессознательного, правильно? Да, души. А дух какую информацию содержит? Дух – это просто такой стержень. Это внутренний стержень, каркас, который дает жизнь телу. Почему? Когда тело умирают, раньше говорили, спустил дух, то значит дух уже все совсем вышел. Он держит силу, силу здоровья, силу проявленности. Он такой прям основной стержень. Но в нем нет никакой информации. То есть это просто поддержка такая очень сильная. Душа отвечает за чувства. Вот все чувства, которые в нас есть – это душа. Поэтому мы спускаемся в этом веке от вот этого уровня ума, как мы жили в прошлом веке, что я думаю, карьера. Майнд прямо был в прошлом веке очень сильно развит, заточен. У нас все было на это. Сейчас наступил век души, времена души. И мы спускаемся от головы в сердце и спрашиваем, что я чувствую. И это самый главный вопрос сейчас. Что я чувствую сейчас? И тогда начинает разворачиваться вот это чувство, и мы начинаем ощущать все взаимосвязи и движения. И тогда включается интуиция. Душа – это интуиция. Она говорит, туда ходи, туда не ходи. Иногда идешь и чувствуешь, что нет, не хочу. Ум говорит, надо, а ты чувствуешь, что что-то не то. А интуиция, она работает, понимая, что нужно истинно тебе? Душе. Душе, да. Вопрос, кому тебе? Есть мой ум, есть мое тело, есть моя душа. Тогда я правильно переформулирую. Нет, ты все правильно говоришь. Это просто интересно, кто во мне хочет сейчас это яблоко. Я с тобой поговорить, кто мой ум или моя душа. И это вообще разное может быть. Нет, у меня просто, я когда говорила истина, то есть у меня истина, она все равно здесь. Потому что у меня когда ум, то есть я тоже работаю над тем, чтобы спускаться все больше в сердце, потому что очень сильный был контролер. Вот в те времена, когда было развито все из головы, я прям очень укоренилась там. И получается, что я жила полностью вот отсюда. И в какой-то момент я думала, что я знаю, чего хочу, знаю, как нужно и все. И конструировала свою реальность тоже отсюда. Именно поэтому то, что я получала в своей реальности, приносило мне вот такую вот долю удовольствия. А потом я разочаровывалась, потому что не было отклика здесь. Радость души, да, она должна включаться. Да, я ее совершенно не слышала. То есть вот это состояние, которое я сейчас испытываю просто потому, что мне хорошо дышать. Я могу просто радоваться. И в этот момент, как я чувствую радость, поднимается энергия. Она вот отсюда и такое детское, легкое состояние. А я раньше этого совершенно не испытывала. У меня было вот такое, это классно, потому что я ориентировалась на классное, которое было в социуме. То есть навешаны четкие какие-то ограничения, правила, которые есть в социальном мире. Я их приняла и начала в них играть. И вот создавая свою реальность вот таким образом. Потом, когда начала спускаться вниз сюда, в сердечную чакру, если можно так сказать, здесь, это было больно, это не так радостно, как я думала на самом деле. Потому что прежде, чем я соприкоснулась со своей душой, я сначала не могла до нее достучаться. Она как будто бы не выходила ко мне на связь. Или, возможно, я не проявляла, не давала ей выйти. То есть просто в момент, когда я сюда спускалась, мне было просто очень больно принять свою боль и обиду. То, что я так давно туда не обращалась. Ну круто, если ты это прошла. Это действительно очень ценный опыт. Потому что душа запечатана именно болью. Страх боли. Вот я сейчас работаю со студентами, у нас уже больше тысячи человек. И я, соответственно, вижу, как вообще, в принципе, человеческая психика устроена. Потому что я 24 часа в сутки, 10 лет подряд занимаюсь только этим. Только вот этим вот всем. И душа запечатывается страхом боли, она боится испытать боль. И она запечатывает вообще чувства. А так интересно устроен механизм, что если я закрываюсь от чувств, не желая испытывать боль и страдания, то я, в принципе, закрываюсь от чувств. Я не могу испытывать ни боль, ни любовь. И мы живем, как роботы в голове, ловим какие-то чужие, там, я не знаю, ключевые ценности, на которые надо опираться. Деньги, квартиры, машины и так далее, карьеры. А радости тут нет. А ключевая ценность в мире, ну, то есть я очень много лет посвятила в том числе и курсам по развитию потоков изобилия. Самое ключевое богатство в этом мире – это энергия любви, энергия радости. Без нее ничего не сладкое, не миллионы. Я консультирую людей очень богатых, очень там, бедных. Никому еще деньги не принесли радости. Радость приносит то, что ты можешь почувствовать благодаря им, там, сесть и прилететь на Бали или что-то. И я помню, я когда-то училась в бизнес-школах 20 лет назад в шведской бизнес-школе и преподавала потом там. И после Бали я уже стала приезжать смотреть на этих очень богатых, прекрасных, успешных людей. Правильно, действительно круто. Это такая элита, наверное, российского бизнеса, все эти ребята, с которыми мы учились. Но я смотрю на них, и мне хочется им задать вопрос. Ребята, а сколько из своих миллионов на счетах вы истратили на свою радость? Я прямо приезжала вот на встречи и задавала этот вопрос. Они такие, ну, 20-30 процентов. Я говорю, нет, не на гаджеты, не на машины, вот не на это, на радость. И выяснялось, что на радость они тратят там, не знаю, 0 процентов, ну, чуть-чуть. Потому что радость – это бросить все и съездить на рыбалку и побыть на рассвете с природой. А все остальное – это же не радость, это просто гаджеты. Ну, это даже, то есть это то, что приносит человеку истинное удовольствие и ощущение. Я почему спрашиваю, как именно выглядит радость для того, чтобы наши зрители сейчас задали себе тот вопрос, который ты задавала успешным, влиятельным людям. Сколько денег или вообще, что вы делаете для того, чтобы чувствовать себя радостным? Сколько денег, времени, энергии вы тратите? Какой ресурс вы вкладываете? Что, если вообще у вас это целью, это радость? Обычно люди даже как-то не задумываются над этим. Подумайте об этом и напишите в комментариях. Будет очень интересно почитать, действительно, испытываете ли вы в своей жизни состояние радости? И что дает вам эту радость. Очень часто радость мы испытываем от того, что дано нам бесплатно просто так, от рассвета, от заката, от ребенка, от я не знаю чего угодно. То есть радость очень часто дается нам просто так, непосредством денег. Да, казалось бы, радость мне дает Бали, я сюда прилетаю, но я сюда прилетаю непосредством денег. Это совсем другие общие энергии уже. В момент того, что для радости не нужны деньги, мне было сначала это непонятно. То есть мой ум в момент, когда я радовалась просто потому, что мне нравится воздух ранним утром, потому что он особенный, там он особенно сладкий, такой, ну то есть это ни с чем. Абсолютно бесплатный воздух. Просто встань пораньше, выйди и понюхай его. Да, и мне было так хорошо на душе. Но мозг все равно выстраивает какие-то концепции и говорит, ну да, ты этому порадовалась, но есть еще другие более такие материальные вещи, которые тебе тоже принесут радость. Или он как будто бы обесценивал это. Вот это обесценивание истинного чувства радости контролером, который сидит у нас вот здесь. Что с этим делать? С обесцениванием. Именно ум, ум же говорит, нет, это не так. Вот даже пример любви. Вот ты говоришь, да, любовь. Любовь, которую мы испытываем, допустим, к определенному человеку. Появляется партнер, который вот здесь с описанием как... Совпадает. Да, вот он такой, он весь прям по пунктикам. Вот как прописала себе идеальный. Но мозг говорит, люби. Ну вот он же сходится, значит должна родиться любовь. Тут есть контакт, а тут еще нет, возможно. Пустота. Пустота. И из-за того, что у меня просто были такие ситуации, из-за того, что я не жила здесь, мне казалось это нормально. То есть мне казалось, что не может быть такое. Я помню в один момент, я даже уже разочаровалась и думала о том, что вот это состояние первой любви, знаешь, когда в подростковом возрасте вот это такое тут пощупает, когда говорят бабочки в животе, когда ты видишь человека и тебе ну просто хорошо. И это же можно испытывать, ну не только по отношению к людям, а в принципе к жизни, вот эта влюбленность. Мне казалось, что его больше не будет. Как будто во взрослой жизни это не дано, потому что я начала жить из головы. Но потом, когда постепенно я начала это в себе открывать и пришел партнер, который у меня уже не было какого-то списка вот этого, а просто на уровне души. И запроса на партнера не было. Просто появляется человек в пространстве, и у меня вот здесь… И с ним хорошо. Да, и это не просто хорошо. Это состояние, неважно, где-то он близко или нет, просто из-за того, что он пришел в мой мир, и я знаю про его существование, мне уже вот так. Но ум говорит совершенно другое. То есть такое противоречие. Ум говорит, ну смотри, там же нет вот этого, для тебя это важно. Он не такой, а для тебя это важно. Он проявляется не так, а для тебя же это важно. И это не изнутри. Эта важность, она только здесь на самом деле. Это вопрос, кого мы будем слушать? Какого волка кормить, как в той притче? Я буду слушать душу и пойду за ней? Или я буду слушать ум? Мои поворотные ситуации случались в жизни самые кардинальные, когда я отходила от планов ума. Потому что моя жизнь, она была очень хорошо реализована. У меня там, ну до 18 лет я жила там на Байкале в буддийских монастырях. Да, у меня родители занимались буддизмом, была посвящена в это. Потом я пошла учиться, потом у меня были бизнес-школы, Европа, Америка, правительство. Я работала на больших правительствах пиарщиком и так далее. И все это было выстроено. Я дошла до того, что мне предлагали зарплату в 10 тысяч долларов в месяц. Потому что я создавала новые специальности, которых еще не было на рынке. Они у меня просто рождались, я просто чувствовала их, выходили. И в какой-то момент случился какой-то очередной кризис, когда все посыпалось и я сдалась. И вот я помню, у меня было состояние, когда я от всего отказалась, потому что мой социальный пазл был полон. У меня был прекрасный муж, отличная карьера, у меня были дети, у меня было вообще все, ну все, что нужно. Это не значит, что я была мега богата, но у меня вся картинка была собрана. Я вдруг села и почувствовала, здесь пусто. Я такая, Амриана, что с тобой? У тебя же сидишь на берегу океана. У меня океана море тогда. У меня есть дети, у меня есть семья. А внутри такая пустота. Причем любимый муж, любимая работа, любимый дед. А вот эта вот душа не проявлена. И я почувствовала, что-то мне надо разбираться. Почему же я этого не чувствую? Радости от всего того, что я имею. И пришлось пройти очень сложно. У меня рассыпалось все. То есть мне пришлось отпустить вообще все. Сдаться, умереть и возродиться заново. И вот когда у меня все посыпалось и я все отпускала, я помню, у меня был совершенно четкий такой поворотный момент. Я иду и четко знаю, что мне надо сына вести на эту тренировку, на это, на это, на это. А сын вдруг выходит из парка и говорит, мама, я не хочу. Почему? А я хочу, вот там тетя идет, она рисовать витражи идет. И я вдруг понимаю, что ему это надо, я его отпускаю. И потом я пришла к этой тете, она научила меня рисовать витражи. То есть вот этот момент, когда мой ум говорит надо так, а душа говорит так, и я пошла за ней. Он вообще мою жизнь изменил. Вот этот простой один момент. Именно он изменил всю мою жизнь. Это удивительно. Сколько выборов у людей есть, ну вот в жизни вот таких. То есть сколько ситуаций в жизни людей похожих, когда тебе нужно сделать просто выбор. Да, куда ты пойдешь. Это все время, душа просится, она говорит, смотри, давай. Смотри, давай. Или ум, давай за мной. Мы же уже все настроили. И это просто и каждый раз. Ты просто, когда рассказывала про ребенка, это удивительно. Он просто изменил всю мою судьбу. Он, выбор. Мама, я не хочу на тренировку, а я хочу сейчас за этой тетей. Какой-то незнакомой тетей. Но ты в этот момент была открыта. Понимаешь? Потому что ты же могла сказать, не выдумывай. Нужно, потому что дисциплина, нужно же 10 часов практики. Мы же с тобой идем на соревнования, на олимпиады и так далее. А в этот момент допустить легкость. Мне хватило, да. Моя душа смогла вот это развернуть. Потом моя душа смогла, следующий этап очень важно для меня развернуть, когда мне нужно было вернуться в офис на очень большую зарплату. А я не могла вернуться. Мне сказали, мы тут, в общем, реструктуризация в компании и так далее. Уходи, говорят. Потому что, ну, как бы, вот у нас тут все по-другому сейчас будет. И я сдалась и ушла. И это был самый великий шаг в моей жизни, когда я ушла из всего налаженного мира. Я, ну, сыпется, ну, и бог-то с ним. И все. И вот этот вот шаг, он действительно стал поворотным, когда я отказалась от того, что уже не складывается. И третий еще какой-то был шаг. Ну ладно, забыла, потом вспомню, расскажу. То есть были как конкретные шаги в жизни, когда мне приходилось чувствовать. А, был еще такой классный шаг, когда создалась Академия Человек-Творец. Это было вообще фантастически. То есть я уже вела много лет женские практики. И я начала заниматься регрессивной терапией. И только обучаться ей. Точнее, не обучаться, а вспоминать, как. И работала в одном институте очень хорошим регрессологом. И меня вдруг оттуда убирают. Говорят, что ты думаешь не так, как нам надо. И просто вших! Я сижу, у меня студенты говорят, Марьяна, мы хотим за тобой. Мы хотим учиться у тебя. Не у школы, а у тебя. И я сижу, и мои руки начинают писать. Академия. Думаю, какое-то название придумать. Человек-Творец. Ладно, пишу. Люди уже приходят. И потом, через неделю, когда Академия создалась, был совершенно шедевральный момент. Я ночью сижу, и во мне говорит ум. Марьяна, что ты делаешь? Ты же не имеешь никаких прав вообще ничего делать. Вообще ты ничего не умеешь. У тебя нет диплома психолога. Что-то еще говорит ум. А душа говорит. Да не парься, мы уже все сделали. Смотри, люди-то уже учатся. Куда ты их уже денешь? То есть моя душа очень так ловко раз сделала быстрее, чем ум сказал нет. И это стало прям великим поворотным моментом. Поэтому моя душа, спасибо ей большое, она вела себя быстрее, чем мой ум. А ум у меня тоже вполне прекрасный развит. Осталось только просто их сбалансировать, чтобы они были командой. От ума не надо отказываться. От ума не надо отказываться. Он ценный помощник, но им надо управлять. Помощник, вот самое ключевое слово. Он не командир, не лидер, не главный. Никто не стоит во главе. Никто не стоит во главе. Когда создается команда, никто не стоит во главе. Да, душа и дух, они, конечно, ключевые. Но важно, чтобы ум чувствовал себя таким же ценным и был на своем посту. И исполнял те команды, которые нужны для развития души и духа. Получается, что в момент, когда мы выбираем кого-то главным, идет обесценивание. Идет перекос. И сразу же... И вот эта компенсация тогда. Как только ты кого-то недооцениваешь, приходится компенсироваться. Нет, ум это классно, только дайте ему задание. Что делать? Он займется и будет при своем деле. И сказать ему, что он важный и нужный. Ну вот касательно заданий. Можно же дать задание, исходя из концепции социума. Ну, получается, допустим, даже желать. То есть желать не свои желания и ставить не свои цели. А, это фильтровать сначала надо. Вот. А как ты говоришь о том, что моя душа она делала быстрее. Хорошо. А вот, допустим, у нас есть зрители, которые не слышат свою душу. И поэтому их душа она не может сделать быстрее, потому что они слышат только голос ума. Да. Как начать? У меня есть прекрасная практика. Как раз вот в этом стартовом занятии курса вспомнить все. Называется выбор души. Прям ее могут пройти все, и я ее даю перед началом курса людям, чтобы они выбрали, им точно надо ко мне на курс или нет. Чтобы не приходили те, кому не надо, а приходили только те, кому прямо это надо. Слушать свою душу и слушать, какие чувства у нее это вызывает. Вот если я туда пойду, что я почувствую? Если мне тут тепло, я туда иду. Ум может говорить, тебе надо туда, тебе надо сюда, тебе надо там, я не знаю, куда угодно. Если у меня чувства от этого нет теплого, я просто не буду это делать. Важно просто это настроить, это очень просто сделать, мне кажется, каждому из нас. А эта практика, она в свободном доступе, она бесплатна? Да. Она бесплатна в свободном доступе, она идет с первым вводным занятием на курсе. Я специально ее раздаю, выдаю. Ребята, чувствуйте, куда вам надо. Я так не хочу, чтобы ко мне приходили те, кому не надо. Зачем? А мы можем опубликовать ссылку у нас под видео? Конечно. Дорогие, для вас мы опубликуем ссылку на бесплатную практику под этим видео. Поэтому обязательно переходите и прочувствуйте. Да, сделайте свой выбор, что вам на самом деле надо, чтобы мы не слушали никого. Не надо слушать меня, не надо слушать каких-то умных людей, надо слушать вот это внутри. Потому что сейчас не время учителей. Учителя заканчиваются, вот эти внешние горы, книжки, учения. В этом мире есть миллион книг, в этом мире есть куча библий, куча умных и прекрасных людей. Но почему-то люди продолжают оставаться несчастными, даже слушая и читая эти книги. Потому что не вовне надо искать знания, а погрузиться в себя и найти их внутри, как я это сделала 10 лет назад. Я больше не читаю внешних источников, я читаю книгу своей жизни внутри себя через вопрос, что я чувствую. Получается даже внешний инструмент. Ты знаешь, как раньше я просто работала с маятником. Мне туда пойти или не пойти? Карты Таро, мне это сделать или не сделать? Мы отне зависим уже. То есть да, все время нужно какой-то инструмент. А потом в какой-то момент я подумала, а если это все пропадет? То есть получается, что я просто потеряюсь? Это как карта, да? Ты когда все время идешь по карте, если момент ее не станет, ты не сможешь... Навигатор выключится, что делать? Да, пропадает интернет, и мы такие, а куда нам ехать? И все. То есть это все время мы зависимы от чего-то. Это ксозависимость, но совершенно с чем-то. И внимание уходит туда. А туда уходит не только внимание, но и сила. Куда внимание, туда сила, энергия. Да, мы же подпитываем это, и получается, даем ему важность, определенный эгрегор, и определенную даем ему власть над нами. Потому что если в момент этот инструмент скажет нам «нет», но душа-то знает, что «да», и мы послушаем его, то он просто... Я проходила очень много таких опытов, меня просто жизнь ставила. Например, я там летела откуда-то на Бали через Сингапур. Я первый раз в этом городе, у меня там есть 9 часов погулять, я сажусь на автобус, на экскурсионную, меня возят по Сингапуру. И я понимаю, что сейчас меня точки к точке будут вести, но что-то скучновато, не дадут прожить. И я случайно отстаю от автобуса. Вау, где я? Карты у меня нет. Денег особо наличных тоже нет. И как-то все, в общем... И я такая смотрю, ну что я испугаюсь, что меня оставили. Меня просто оставили в незнакомом городе, вообще непонятно где, непонятно с чем. Я говорю себе, Марьянна, ты находишься в одном из самых красивых городов мира. Расслабься. Я расслабилась, села и просто смотрела. И потом я пошла интуитивно, вот куда меня вела душа. И так интересно, у меня этот день прошел очень интересно, вообще бесконтрольно. Я обошла все самые красивые точки. Я очень вкусно ела, я была везде. Я потратила какой-то минимум денег. И в какой-то момент я поняла, что я вижу метро. И когда я поняла, что я вижу метро, я посмотрела на часы и выяснила, что я попала на метро тогда, когда мне нужно было ехать в аэропорт. Это было только импульсно. И вот это вот такое доверие, оно выстраивалось вот через эти моменты, через проверки. Я приглашаю вас попробовать демо-версию нашего курса. Точнее, не демо-версию, а вводные занятия, вводные практики, которые вы можете попробовать сделать сами и почувствовать, как они работают у нас. То есть даже одно вводное занятие уже даст возможность соединиться с процессом внутри своей души. Это такое практическое погружение внутрь себя. А все остальное вы можете попробовать уже на курсе вспомнить все для того, чтобы соединиться со своим внутренним ресурсом, со своей силой и настроить этот баланс себя как человека-творца для реализации себя во всех сферах жизни. Ссылка на демо-доступ в описании к этому видео. Сейчас твоя жизнь, она состоит только из таких моментов? Из разных. У меня недавно была тоже проверка. Мне надо было за два часа найти себе виллу в Чангу и переехать из Убуда. А кто живет в Чангу знает, что в Чангу сейчас найти дом, это прям надо постараться. Я такая, а я хотела не просто дом. Я хотела, чтобы это был вот такой вот вид. Закат и рассвет. Я хотела прямо наслаждаться. Просыпаясь и засыпая, хотела наслаждаться. Это же нереально. Либо это стоит бешеных денег. Я еду такой, все не то, все не то. Я думаю, ладно, за любые деньги возьму. Хотя ну за любые, но не хочется за полторы тысячи долларов снимать дом. Ну как бы. Думаю, ладно, дело же не в деньгах. У меня приоритет, чтобы я была там тотально счастлива от вот этих вот видов. Чтобы я видела весь остров, океан, закаты и рассветы. И нету ничего. Все, что мне предлагают, такое какое-то печальное. А переезжать не завтра. Мне нужно на что-то соглашаться. Я думаю, что я соглашусь вот на это, от чего скребут кошки. Я задаю себе вопрос. Остается час до темноты. Надо что-то найти. Час до темноты. И я спрашиваю себя. Марьяна, а ты ищешь сейчас от нехватки, от того, что вот ты не найдешь. Все тебе сказали, что в Ченгу сложно найти жилье. Или из изобилия. Спрашиваю я себя. Нахожу в себе точку изобилия. Такая. Окей. Вставлю туда душу. Душа мы ищем из точки изобилия. И просто еду на байке дальше. Через пять минут я подъезжаю к воротам. Останавливаюсь, захожу и вижу дом своей мечты. Я спрашиваю, у вас есть свободный домик? Они такие, да. Боже, спасибо Боге. То есть это проверка. Я все время тоже стою в проверке. Это не значит, что я один раз просветлел и сижу на попе ровно. Нет. Каждый день моя жизнь проверяет. Я умею быть человеком-творцом. Я умею совмещать духовные материальные свои практики и свою реальность. Или мои практики для студентов, а я сама могу спотыкаться. Я позволяю себе спотыкаться. Я позволяю себе падать, испытывать какие-то разочарования. Но я осознанно наблюдаю и могу перефокусировать точку внимания. Я из нехватки или из изобилия? Я из жертвы или из творца сейчас это делаю? А можешь поделиться практикой, как поставить душу из позиции нехватки в позицию изобилия? Вот ты говоришь, и я спросила своей душе, душа, а из какой позиции мы сейчас желаем? И ты такая говоришь, я поставила свою душу на позицию. Все, теперь мы желаем из позиции изобилия. Как это сделать? То есть как наши зрители и как я могу использовать эту практику? То есть ты закрываешь глаза, у тебя какая-то договоренность. Я еду на байке приеду. Заметьте, я даже еду на байке, даже глаза не закрыть. У тебя уже там все налажено, это уже понятно. Наверное, это годы тренировки и точка все равно душа. Моя душа, что ты чувствуешь сейчас, что сделает тебя счастливой? А может ли быть у души? И вселенная, да, не то, что сделает счастливой мою душу. Потому что я искренне убеждена, что весь мир хочет, чтобы на планете жили счастливые женщины. Мужчины, естественно, тоже, я просто больше с женской аудиторией работаю, поэтому очень много уже на это смотрю. Планета Земля так устала от страдающих людей, и она искренне хочет, чтобы мы несли в мир энергию радости. И она готова нас в этом поддержать. Как только мы попросим, она готова нас в этом поддержать, все сложится. Плюс у нас куча ангелов, все нас куда-то ведут. Осталось только остановиться, подышать, настроиться на душу, и все сложится. Мария, ну вот я уверена, что часть наших зрителей сейчас зададут вопрос. Ну я вот хочу, я желаю, я желаю, а оно не происходит. Вот я так сильно этого хочу, но все равно все не то. Так сильно, да, хорошо ты фразы говоришь. Так сильно этого хочу, чем больше мы сильнее чего-то хотим, мы создаем избыточное напряжение и привязку к желаемому. А оно не случается так. Я много лет вела практики на желания женские, но 15 лет все-таки женского коучинга, и я знаю, как правильно фокусировать желания. Я знаю все способы этого мира. У меня остался, исходя из этих, один. То есть все я это прожила, преподавала, отдавала и убрала. И оставила всего лишь одну правильную настройку, фокусировку, которую мы делаем каждой новолуния с девчонками. Творец, я благодарю тебя за то, что ты всегда даешь мне все самое лучшее для меня. И вот из этого момента Творец дает. Ну он всегда дает, но в этом моменте я становлюсь принимающей стороной всего самого лучшего для меня. Почему это важно? Когда человек зациклен на желаемом, это прямо очень легко показать на потоке изобилия. Сидит человек и говорит, хочу квартиру в Москве, хочу эту квартиру в Москве. И вот он фокусировал на это, сделал кучу духовных практик, нашаманил маятником. То есть все, получил эту несчастную квартиру и живет в ней. А ему по карме стояла вилла на бале. И он настолько сфокусировался вот на этом, что он это получил. Но он пропустил там или вилла где-нибудь там или дом, или дом где-нибудь на Ладоге. Неважно то, что было бы в тысячу раз больше. Он получил сжимаемое, но он пропустил то, что Бог приготовил для него большее. Вот я больше не ограничиваю Бога ни в чем. Я живу так 10 лет и то, что мне дает Творец, это в тысячу раз больше, чем мог бы представить мой ум. Даже сравнить, вот, все очень логично. Разве 10 лет назад, сидя в практиках, я могла бы мечтать, ну, 20 лет назад, вот так вот сейчас сидеть с тобой на бале, смотреть закаты и рассветы. В моем уме просто не было этой концепции. Ее тогда не существовало. Ни пандемии не существовало, ничего. Мой ум может представить столько, а мой дух даже может дать мне столько. Зачем мне ограничивать Бога в том, что он может нам дать? Это касается каждого из нас. Поэтому, Творец, благодарю тебя за то, что ты даешь мне все самое лучшее для меня. И принимать. Иногда это принимание означает сначала разрушить иллюзии, как Шива, разрушающий иллюзии. А потом через это разрушение я прошла через колоссальные разрушения, смертельные. У меня останавливало сердце, я была в таких состояниях, что полумертвая. И через это разрушение начался мой новый рост. Потому что эта оболочка иллюзии должна была рассыпаться, треснуть. Это больно. Я прошла через адские боли. Поэтому я сейчас обучаю людей, чтобы делать это легче, чтобы не надо повторять. Вот мой путь. Но это тоже бывает. Вот знаешь, разрушить эту скорлупу, это, наверное, скорлупа защит. Ты говоришь, я спустилась, а там душа в защитах. И вот душе, когда прикасаешься к человеку и видишь, что души у нас сидят в клетках внутри. Мы их из защиты посадили в клетку. А это стабильность. И душа бьется, выпусти меня. А человек еще больше закрепляет ее. Там опасно. Открой клетку и выпусти ее. Тогда все вот это происходит. Тогда происходит то, как мы сейчас живем. Ты знаешь, как я это чувствую? Что ум, ему нужна постоянная стабильность и уверенность, что точно вот так. Я таким образом соорудила вот эти вот стены. Защиты. Поэтому больно, когда они рушатся. Потому что я больше... Я же сам их соорудила. Своей мере. Я еще опиралась на них. Я верила. Я дала им веру. Я их наделила тем самым важным. То есть я могла верить в Бога, в Творца и доверять Вселенной. А вместо этого я доверяла опорам, которые я создала сама. В тюрьме. Да. И мы сидим добровольно в тюрьме наших защит и думаем, что они нас защищают. Они нас, правда, защищают от жизни. От чувств. Просто этот переломный момент не все на него решаются. Для переходного момента нужен проводник, который возьмет тебя за руку и переведет тебя из этой точки в эту. И вспомнить все. Это вот опереться на проводника и вспомнить, что вон там твое прекрасное место, а не здесь маленькая квартирка или комната в коммуналке. Я очень разделяю твою точку зрения. Вот когда ты говоришь, что Творец дай мне самое лучшее для меня. У меня тоже был опыт, когда я чего-то желала очень сильно. И это же все мое желание, оно было на самом деле не отсюда. Оно было с того, что мой мозг считал нормальным в материальном мире. И это были цели и желания других людей. Именно поэтому я и не испытывала удовольствие, когда это получала. И в какой-то момент я подумала, что Вселенная приготовила для меня столько всего красочного, красивого и классного. Она такая, ну ты просишь это, ну прям очень его хочешь. Ну да, возьми. Я для тебя хотела вот столько дать, а ты вот столечко хочешь. Но если тебя это будет действительно радовать, ну держи. Я вчера сидела на берегу океана, читала книжку по изобилию. Сейчас у меня идет курс тоже по изобилию. А что за книжка читала? Интуиция изобилия, как ни странно. Очень забавное название, прямо точно для меня. И я смотрела, а где у меня внутри изобилие? И я увидела клетку с птицей. И я подумала, интересно, почему она в клетке? Ну а птицы красивые, то есть я вижу вот это вот, они все красивые, клетка красивая, все красиво, всем хорошо. Я думаю, а точно вот это нужно сидеть, ну то есть это же ограниченное пространство. Я подумала, а что будет, если я открою эту клетку и вы, ну и открою. А птицы же улетят, и такое как вот, они же улетят от меня. Я думаю, хорошо, они от меня улетят. А что нужно, чтобы они всегда прилетали. И я создала, ну увидела такое пространство, когда нет клеток, когда просто есть какая-то поляна, и птица сюда прилетает, потому что ему тут хорошо. И я их тут кормлю, а я думаю, а чем я кормлю птиц изобилия? И я услышала, ты кормишь их радостью души. То есть когда я радуюсь и проливаю свою радость в мир, тогда мир проливает на меня потоки изобилия. Я вспомнила, как и Венеция на площади Сан-Марка вот эти лебеди, голуби летают. Они ко мне прилетали, садились на меня вот так вот, они же сами прилетали, я же их не просила. Поток изобилия, он скорее всего точно такой же, как я ощущаю. Он приходит сам, когда ты открыт и когда ты кормишь своих птиц изобилия. Вот чем мы кормим своих птиц изобилия? Радостью, открытостью, доверием и именно отдаванием. Я сначала даю радость в мир, а потом я получаю и клиентов, и деньги, и все остальное. Если у меня не будет радости, не придут ко мне клиенты. Не на что им будет приходить. На ум, на очередной онлайн-курс, да и миллионы этих курсов. Как выбрать свой онлайн-курс, как выбрать своего наставника или проводника. Того, в кого ты прям чувствуешь, я не могу не пойти, я чувствую, вот мне туда. Пусть наша птица прилетает к нам, на нашу душу, на наш открытый фейерверк вот этой души. А для этого сначала мы включаем энергию радости. Сначала начинаем с себя. Я еще столкнулась с таким моментом, что когда стала больше обращаться к своей душе, то радость я испытывала не только от позитивных эмоций. То есть были моменты, когда я переживала такое легкое разочарование. Я разочарование описываю, чтобы было понятно, что это. Это была просто определенная энергия, которая давала мне такое слегка меланхоличное состояние. И я немножко была в грусти, но я радовалась тому, что я испытываю эту эмоцию вот здесь. Не здесь, не в голове, не ум говорит. Это какое-то, знаешь, как самобичевание. Вот всегда вот здесь, это как типа не получилось, не это там, тут мыслительный процесс. А у меня здесь тишина. Ну, я как тишина. Там что-то говорится, но я не акцентирую на нем внимание. То есть там есть какие-то описания моего состояния, да, и почему это произошло. Но это внутри, и я радуюсь, ну, я чувствую грусть, но одновременно внутри базовое состояние у меня радость и того, что я испытываю эту эмоцию. У меня такое, я живая, оно там есть, ты чувствуешь, ты ощущаешь. Это нормально? Хочется спросить. Да. Испытываешь ли ты такие эмоции? То есть, когда мы приходим к нашей душе, всегда ли это означает, что мы будем теперь радостны? Нет, мы будем испытывать всю гамму эмоций, как погода, там и штормы, и дождь, и ураган, и снег. Вопрос, как мы это принимаем? Если мы принимаем снег, классно, принимаем дождь, да хорошо. Сезон дождей, отлично. Если мы принимаем всё так, как есть, так же принимаем себя в этом, со своими эмоциями. Сегодня я чувствую себя плохо, сегодня у меня нет денег, сегодня мне не нравится мое отражение в зеркале. И я не убегаю от этого, я проживаю, да, сейчас во мне есть это чувство. Есть очень главный прямо целительный ключ, который исцеляет психику. Пока мы убегаем от эмоции, от боли, от страха, она будет нас настигать всегда, как собаку всегда нагоняет её хвост, потому что он её хвост. И мы убегаем много жизней, почему пришла регрессивная терапия? Я в той жизни убегала от боли, в этой, в этой, в этой снова убегал. И пока я не остановлюсь и не сдамся этой боли, не проживу её, не повернусь лицом к своему страху, он будет меня догонять. И регрессивная терапия для этого открылась. «Смотри, ты в этой жизни убегал, в этой, в этой ты был царём, не был счастлив с деньгами, в этой ты был фараоном, не был счастлив, почему ты не был счастлив?» Или женщина, в этой ты была замужем, в этой не замужем, ты всё время была несчастливой, чего тебе не хватало? И мы смотрим, ага, моя динамика души такая, что я могу сделать, чтобы исцелить это сейчас? У нас больше нет следующих жизней, чтобы это исцелять, у нас есть сейчас, век пробуждения сознания. И нам говорят, ребята, давайте, либо вы взлетите, как птицы, либо вы будете болтаться в тюрьме своих страхов. Нелегко вот сразу удерживать, да, это состояние радости, ты её почувствовала, а потом же? Совершенно, да. Что забирает радость? Страхи. А исцелить их можно, только осознав их первопричину. Первая причина, она не в этой жизни. Она, знаешь где, когда душа отделилась от Бога и стала познавать мир, а потом наступила темнота, и вот как будто тучи, когда находятся на небе, мы же не видим солнца, и кажется, что его нет. Представь, если ты месяц не видишь солнца, ты уже забудешь, что оно существует. И у людей был такой этап, когда они очень долго не чувствовали связь с Богом. Вот такая теневая зона была. Они забыли, что он есть. И началась вот эта разделенность души с Творцом, и появилась обида на Бога. Ты меня бросила. Вот это чувство одиночества, оно оттуда идёт, а не от того, что я там с мужем развелась. Или у меня ребёнок умер. Одиночество, когда душа впервые отделилась от Бога и впала вот в эту трагедию индивидуальности. Меня бросили, меня обидели. И вот наши претензии к родителям, они вообще не к ним. Наша душа испытывает претензию туда. Отец, ты бросила меня дома. И если вот провести душу по вот этой вот истории и вернуть в самую первую причину, когда у души случился вот этот вот провал, когда её часть потемнела и высветлить её, тогда все страхи схлопываются. Так интересно, получается, что… Вспомнить всё первопричину. А ведь Бог, Он нас не оставил. Нет, Он смотрит, улыбается и держит тебя. Да, это всё равно мы просто пришли в это воплощение. Он говорит, играй, я рядом, я здесь, я в каждом, я во всём. Я несу тебя на руках. Да, я ветер, который тебя ласкает. Я это всё просто… Я создал для тебя Бали, чтобы твоя душа оттаяла и так далее. Почему человек про это забывает? То есть почему, ну, допустим, мы приходим в это воплощение, мы, допустим, забываемся, но мы забываемся настолько сильно, что мы забываем, что наш Бог, Он рядом, Он не где-то, Он не в церкви, Он не в Библии. Он вообще здесь? Да, Он и есть мы. Он запечатан у меня внутри. И это всё, то есть это такое безопасное пространство, наполненное заботой и любовью, и оно создано для нас, для того, чтобы мы радовались, проживали весь потенциал своей души. Мы его не чувствуем, не видим. Да, почему? Почему мы изначально вот не приходим, как дети, и живём по… Это вопрос, ты знаешь, ключевой во всех моих поисках. Я думаю, а почему люди страдают? Вот я начала с этого, эти поиски. Почему люди, почему я страдала? Почему это происходит? Почему это несправедливость, как мне казалось, происходит? Что я сделала не так? В чём я виновата? Или мир, что? И я прошла всё к колесу Сансара, все воплощения, вот эти вот всё, я посмотрела всё целиком, вот из точки Бога на это. И когда смотришь на мир глазами Бога, вот из этой точки сверх Я, ты всё видишь, что не было ни одной ошибки, что это Бог проживает через каждую нашу судьбу какую-то часть мозаики Вселенной, это полотно жизни. Ему надо прожить себя несчастным и потерянным, надо прожить себя таким, сяким. Бог проживает через нас наши опыты, и мы не ошибались, не падали, не создавали каких-то ошибок, мы просто проходили свои жизненные пути. И когда ты это принимаешь, да, да, принятие, тотальное принятие себя, и включается вот через это да, есть такая у нас практика великого да, я её называю. Мы просто смотрим на свои опыты и говорим им да, не борясь с ними, не пытаясь бороться или изменить себя. Есть практика, когда ты смотришь на свои негативные качества, вот, вот это у меня, вот это не так, это не так, это не так, это не так. И просто говоришь ему да, и присутствуешь в моменте, да, это есть, да, это есть. Как природа, она такая, какая она есть, со всеми дельфинами, китами и бабочками, и умершими дельфинами, и плохой экологией. И перестаешь бороться с этой вселенной реальностью, тогда вот это схлопывается то, с чем ты борешься, и разворачивается живое течение энергии жизни. И так интересно, люди действительно удивляются, и на них, ну, оказывают… Хорошо, что они удивляются. Чему удивляются? Их спасают. Их поражают, что в нашем материальном мире в 21 веке может быть война физическая, да, между людьми. Но никто не задумывается о том, что ежедневно в каждом из нас идет внутренняя война, борьба с самим собой и создателем в том числе, потому что мы одновременно, не принимая себя, мы не принимаем создателя, потому что он нас таким создал. И я просто, ну, по собственному опыту, когда говорила, что, ну, вот это типа страдание, почему мы должны страдать? Потому что мы-то страдаем только из-за нашего ума. Только внутри себя война идет. Да, который говорит, нет, это не так, это не может быть, я не могу так, я не… нет. И вот это непринятие, потому что принятие на самом деле… Мне очень было грустно, я помню, когда я чувствовала, что меня не принимает моя семья, не так хотела, чтобы меня приняла сестра, мама, вот такой. Мне казалось, я странная, я какая-то не такая, мне хотелось, я уже думал, как же там, уже нужно подстраиваться и угадать… И у меня было сплошное – меня никто не принимает вот это, меня не принимает мир. Мне нужно казаться, играть, и тогда меня примут, и в какой-то момент я поняла, что, да не мир меня не принимает. Я не принимаю себя. Да. Каждую – я считаю себя странной, я вот это, и я каждую в себе я делю, я себе говорю, нет, вот это в тебе не так, вот, и я обрезаю жестко, И на уровне бессознательного То есть я настолько это не видела Да, это бессознательно, это сложно еще найти внутри себя Надо, кто во мне видит эту внутреннюю войну Очень классный был прошлый год Со всеми карантинами Мы сидим на Бали Сижу я и радуюсь, карантин, спасибо Я остаюсь на Бали, мой самолет отменили Рядом со мной сидит женщина, она вся в страданиях Мой самолет отменили Мы имеем одну и ту же ситуацию Одну и ту же реальность, но у нее это война А у меня это великое благо Ситуация одинаковая У меня был ретрит на Бали, когда было извержение вулкана Это прямо был классный опыт Мы сидим в Санурии Там извергается вулкан Кто был, помнит вот это вот красивое извержение 15 человек в моей группе сидят и медитируют А у одной происходит извержение Она кричит, она говорит, смотрите пепел Смотрите это, она читает новости Фейсбук, еще мир какой-то С утра до ночи говорит, ужас, извержение вулкана на Бали Я умру, я задохнусь Мы сидим в одном и том же месте Над нами летают бабочки У нее идет извержение? У нас нет Это прямо было настолько показательно Благодаря ей мы увидели Что все происходит только здесь Исключительно здесь И пандемия показала, что все происходит здесь Это великое благо было для нас С моей точки зрения А кто-то говорил, это ужас и кошмар Даже находясь на Бали, а не в Питере в однокомнатной квартире Я где-то читала такую цитату, что Я знала двух влюбленных, которые жили во времена революции и не заметили ее Это даже не про парные отношения, а про Когда человек с любовью взет В любви в себе Он сам творит свой мир Свою реальность То, что происходит То есть независимо от каких-то природных катаклизмов Или войн Ограничений Всего чего угодно Он вправе формировать свое внутреннее состояние Какого волка такой уранж? Свою любовь и свой гнев Мы, как регрессологи, очень много исследовали Почему было столько страданий на планете Земля Почему распяли Христа С этим я начала ходить в регресс И смотреть его глазами Мне показывал Почему он вошел в этот опыт Почему была Великая Отечественная война Почему были концлагеря Это казалось мне, как человеку, несправедливость условно Но когда я смотрела на это глазами Бога Я видела, что происходит В этих войнах укреплялся дух И исцелялись какие-то глубинные блоки Эволюция души таким образом И этот Гитлер, который нам кажется великим насильником Или Сталин На самом деле он просто играл свою роль Для тех душ, которые должны были через это пройти И вынуть свое милосердие Ничто не случайно Просто надо смотреть не из точки Я человек узко шорой, я вижу это умом А из точки прямо вот Бога Сверх я, высшего я Куда тоже можно перейти Состояние высшего я Смотреть целиком на картину в целом Ага, это здесь, поэтому это здесь Как взмах бабочек может что-то вызвать за наотрясение Значит оно нужно Ты знаешь, я тоже Никто не виноват в этом Я тоже это так воспринимаю Но одновременно мой мозг говорит Мозг не понимает это Совершенно Допустим, уход близких из этой жизни Как объяснить Боже, мне вот так всегда это сложно теперь понять Как мы страдаем об уходе близких Поскольку я каждый день ввожу людей за пределы жизни и смерти И вы бы видели, что чувствует душа, когда она покидает тело Она как снимает старое платье Говорит, ой, как мне хорошо Чаще всего Даже если это было болевое, тяжелое воплощение Меня сожгли на костре и так далее Душа вышивается из тела и говорит Боже, я пошла домой Ну это как игра Она отыграла свой опыт А мы сидим и плачем А они вместо того, чтобы радоваться А в этот момент душа что-то ощущает, когда здесь они скорбят? Да, ее знаешь, как веревками вот так вот тянут, тянут Ну приги же, ну куда же, на кого же ты нас покинул Это прям, я исследовала У меня целое дипломное исследование проводили целая группа студентов Чтобы мы донесли это, мы пишем, выкладываем это на сайт Мы делимся этими исследованиями Сколько можно страдать об ушедших Как в балийце Идешь по деревне, церемония праздника Это кого-то хоронит или кто-то родился Неизвестно, праздник одинаковый Душа пришла от Бога или душа ушла от Бога Праздник одинаковый Это же так классно, душа пошла к Богу Это то же самое, что оплакивает свой день Когда заканчивается он, это идешь спать Я видела таких людей У меня недавно девушка на курс пришла Она говорит, я так печалюсь, когда завершается день Я иду спать, мне так печально Говорю, аллилуйя, боже И такие люди бывают И так же мы относимся к завершению воплощения И очень важно пройти этот опыт самому И посмотреть, как ты вышел из прошлой жизни Чтобы понимать, что, боже, ты никуда не делся Ты прошел это, воплощение это И после завершения воплощения Мы возвращаемся в дом души Там так хорошо, и душа успокаивается Это прям великий праздник Смерть надо праздновать Так же, как и рождение И не потому, что это теория, которую я хочу сказать А это действительно так Это праздник Это выход из иллюзий Ты не Настя Ты огромный мир, который сейчас концентрирован в теле Насти И ум, который играет этим всем Так же, как и я А когда мы с тобой раз выплатимся из этих красивых тел Мы пойдем туда и сольемся в единый шар Такие, ой, все же так просто было О чем мы там парились О чем мы там печалились, беспокоились, страдали Очень важно выйти в ту позицию И посмотреть оттуда Вспомнить все оттуда А не из этого ума Из этого ума мы не найдем выхода Сейчас так интересно, мир идет И духовность уже вливается в мир бизнеса Смотрю, мои друзья, владельцы компаний, корпораций Они вводят медитации Классно, благодаря карантинам Называется это, вот интересно, mindfulness Ум Они пытаются умом постичь Бога И включать это в свои медитации И поэтому это не совсем работает Это немножечко, конечно, двигает Спасибо ему, что оно есть Но не mind А soul, душа И тогда все включится И тогда медитации не станут усилием Потому что люди в медитациях Части занимаются визуализацией Опять же, это умом Как только ты попадаешь в душу Ты чувствуешь И это уже просто поток Ты чувствуешь Ну здесь, наверное, понятно, почему люди В некоторых больших корпорациях активируют ум И делают, так сказать, на уме Ну да Потому что, представь, сидят люди, которые сфокусированы только и живут в зиму Да, если их отпустить в душу, они сбегут Они сбегут Душа такая Им дают игрушку А она проснулась и такая Подождите, где вы? А зачем мне это все? Да, мы ушли после первой же медитации То есть, если бы Хотя бы Потому что душе Какой-то душе, да, действительно Нужно много времени для работы А кому-то нужно просто обратиться к ней Сказать, привет, душа И она такая Боже, вы меня заметили Все? Все, мы начинаем новую жизнь И она совершенно по-другому И потом это только момент доверия Но у меня есть студенты, которые управляют большими компаниями Финансовые директора Даже капитане иногда Ну, то есть, передают знания дальше Они остаются на этих позициях, но они другие уже Они говорят Да, я остался работать в этой компании Потому что я финансовый директор этой корпорации Но теперь я иду отсюда И его прибыли растут намного больше Это то, как ты говоришь, что к тебе придут только твои люди Да Такие, что если это действительно истинное В этом же и суть То, что в конце жизни Ты поймешь, что ты прожил ее так, как ты хотел Истинно Ты хотел быть этим финансовым директором Тебе это весь свой потенциал реализовывало Ты по-другому Ты был вкладом для людей Они были для тебя Ты давал что-то людям Да, это основное Потому что это же игрушки все Название финансовый директор Директор компании Корпорации и так далее Это просто суть-то в том Какой там человек Откуда он идет С каких посылов И вот ключи изобилия, они в том Моя деятельность Она несет радость хоть одному человеку Или нет Если она несет, то она будет поддержана Вселенной Это очень помогающая мысль Которая помогает людям Уйти с нелюбимой работы Когда они ко мне приходят А как я уйду? А что я буду делать? Да хоть пирожки пеки Но если ты будешь петь их Вот с таким состоянием У тебя очередь выстроится Потому что это твое дело Это твой дар У каждого из нас есть дар Ко мне на 17 рекресса Пришел банкир как-то Говорит, что-то мне как-то не так Денег навалом Жена есть, дома есть В Лондоне живу Ну что-то как-то вот Давай посмотрим что-нибудь Ему показали жизнь музыканта Который был известный И реализованный Не помню в какой стране Он всю жизнь занимался музыкой Он был успешен И по-моему его имя какое-то известное И вот он умер абсолютно довольный С этой музыкой После сеанса регресса Мой банкир встал А у меня дома есть пианино У меня мама пианистка Он никогда не играл на пианино Он сел и начал играть Как ты это делаешь Он говорит, я не знаю Душа начала играть на пианино То есть вот эта память Она просто вынимает Ресурсы, да И он играл на пианино Не знаю как Пока ум его не начал сильно думать Он прямо играл, 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 играл Мы тоже в одном из интервью Затрагивали эту тему Что есть различные типы душ И самые уже такие древние души Они могут вспомнить свою душу Буквально за один день То есть кому-то нужен один день Или там буквально 5 минут Чтобы научиться играть на пианино А кому-то если душа Она более моложе То ей нужно немножко больше времени Там недельку Ну то есть посмотреть в это То есть если на примере Твоего клиента, который с пианино То ему может быть немножко подольше А так он сразу у него Мгновенное Вот это Он просто взял оттуда ресурс Вынул Это еще легко сделать в сеансах Это круто И так можно найти то Чего ты действительно хочешь делать И мы в этой жизни Ничему не учимся В этой жизни Мы ничего нового не учимся Мы вспоминаем все Я когда это поняла Я стала это включать на детях Я говорю Зачем ты учишь математику Ты просто найди в себе то Что знает эту математику Потому что в моей жизни Было именно так У меня было очень плохо с математикой Все в четвертом классе У меня была жуткая училка А потом в один день я пришла Я поняла, что я все знаю И меня посылали на все школьные Математические олимпиады Откуда это пришло А просто включился какой-то Вот этот вот где-то что-то И оно случилось Я поняла, что я понимаю Что математика Это как музыка Что я ее прямо вижу Чувствую И складываю все эти алгоритмы Я не учила математику Я просто включила то Что где-то было Но здесь чувствуется Что у тебя связь с душой Изначально была Потому что на примере Могло же быть совершенно по-другому Ну да, другие предметы Я не так включала легко Или ты в моменте Когда подумала Что ты можешь включить в себе математику У тебя душа могла быть слабее Чем ум И ум бы сказал Нет, это не для тебя Тебе же учительница сказала Что ты плохо знаешь Надо же учить Или по учебнику нужно обязательно То есть тебе бы ум Выстроил концепции В которых бы ты сказала А, ну да, тогда я не знаю А так получается Что у тебя душа была сильнее Да, так мы все знаем Мы знаем всю физику Почему я столько лет Занимаюсь квантовой физикой Хотя я не физик Да, я закончила технический вуз Но я никогда не любила там физику Потому что она была какая-то странная Непонятная и нежива А сейчас квантовая физика Это моя жизнь И я вижу, как я квантовыми энергиями Управляю реальностью И здесь проявляется дух Потому что это смелость Это смелость заявить Потому что, ну ты представь Ты говоришь, что я не училась Квантовой физике Да, я ее знаю И сейчас тебе люди, которые годами изучали У них высшее образование Под теми, они скажут Нет, ты неправильно делаешь Но у тебя это работает Понимаешь? У тебя это работает И это то же самое Я не знаю как Я не знаю как правильно Но это работает Смотрите И то есть люди потом Которые проверяют то, что у тебя работает Да, в исследованиях Они смотрят, что действительно работает Но они это создавали годами Своих учений А ты это делала просто внутренне Потому что ты так чувствовала Ты видела И у тебя эта информация была на уровне души И здесь материя И дух То есть понимаешь Вот материальный мир и духовный Он просто здесь материально пытается бороться И доказать, что духовного не существует Но сейчас все меньше Духовный тоже пытается бороться с материальным То есть это есть А это одно А когда это соединяешь И делаешь вот эту алхимию слияния Духовного и материального Становишься не человеком и не богом А человеком-творцом Вот есть я человек И я ограничен Вот там где-то есть бог Который там что-то мне придумывает А когда я включаю бога в себе И проявляюсь Вот это состояние Человек-творец Я могу все Представляешь, как интересно Я просто так немного сейчас визуализирую Так выдумываю Так выдумываю, что Бог смотрит просто на это все сверху И думает Улыбается Как удивительно, да Он даже смеется Потому что он дал просто на пространство Которое человек В котором он создал дуальность В которой он разделил Что материя, духовность Бог это вообще что-то отдельное И я И в эту игру Он создал эту игру Сам человек В нее же сам играет Сам там страдает Не принимает И бог просто смотрит и думает Как интересно Потому что Он там в моменте думает Что это же его дитя что он будет помнить всегда кажется, что когда ты идёшь на воплощение вот я душа, когда я планировала эту жизнь я смотрела, точки прописывала и мне казалось, что это так очевидно я это не забуду ну что там забывать, ну как я могу забыть, что я это я потом я рождаюсь, я ещё помню потом я начинаю говорить и чем больше моё внимание направляется на эту реальность тем больше я забываю всю эту многомерность это знаешь, если нас с тобой посадить подводную лодку, мы там проведём месяц мы же забудем об этой жизни нам будет казаться, что реальность это то, что мы видим перед собой вот этот подводный мир но ведь получается, что у наших детей куда внимание, а то и реальность да, но у наших детей есть возможность не проходить этот опыт есть, к счастью, да да, потому что, допустим, у твоих детей ты уже совершенно по-другому к ним относишься ты для них формируешь другую реальность потому что изначально не словами, а именно просто энергией ты создаёшь это пространство вокруг себя ты просто снимаешь иллюзии, концепции материального мира то есть просто даёшь им, скажем, максимально приближённое к истине жизни вот, даже так можно сказать то есть ты им даёшь пространство, которое максимально приближённое к истине жизни, к божественному без всяких, потому что мы ты вот когда говоришь, когда я начала рождаться я начала говорить и погружаться в материальный мир мы пришли, нам родители сказали в этом мире вот такие правила играем только там и мы не понимаем, что есть Бог мы думаем, что... мы вовлекаемся вот в эту матрицу да, и для нас Бог это наши родители потому что мы их первыми увидели и понимаем, что ну да они же здесь первые, они нам дают модель поведения это никак не значит, что наши родители какие-то а мы ждём, что они будут Богом а они не Боги, они такие же травмированные люди и когда мы видим, что у них есть свои там недостатки травмы или боль, мы так разочаровываемся испытываем к ним претензии почему же вы не Боги, мама, папа? я же хотела на тебя опереться а он такой же человек со своими психотравмами он делает всё, что он может а претензии у него, потому что он не Бог а ищем мы того самого Бога и когда мы его находим, претензии уходят к родителям и в этот момент, когда мы разочаровываемся там мы разочаровываемся в мире и в Боге в том числе потому что мы-то сводим всё к одному мы всё время ищем внешнего кого-то, на кого надо опереться а его нет его правда нет как женщина ищет мужчину сейчас я выйду замуж, буду счастлива не будешь? если у тебя внутри нет этого счастья то ты не сможешь простроить его ты найдёшь себе такого же раненого мужчину который будет искать в тебе счастье сейчас я женюсь и буду я счастлив то есть пока мы не простроим внутри вот эту внутреннюю точку опоры соединение души и духа и всё время будем искать внешний мир, внешнюю опору мы никогда её не найдём если у меня будут деньги, я буду счастлив а если у тебя не будет денег, ты можешь быть счастливым без денег? а что тебе мешает-то? да ничего, ты сидишь там, я не знаю в любой точке мира и перед тобой есть небо смотри на это небо я с радостью приглашаю вас попробовать что такое на самом деле ключи управления реальностью человека-творца, который мы даём в курсе вспомнить всё помогает пробудить все внутренние ресурсы, силы включить радость души, силу духа и проявить это всё в единой команде с телом и с личностью это помогает исцелить вообще все сферы жизни страхи, выстроить свою какую-то линию реализации предназначений исцелить отношения с миром и прежде всего, конечно же, с собой это те ключи, которые сработали у меня которые сработали у тысячи людей, которые уже прошли курс и которыми мы готовы поделиться с вами ссылка на курс в описании к этому видео вот есть такая тоже не моя фраза вспомните самый счастливый момент в своей жизни самый-самый, сколько вы за него заплатили и выясняется, что этот счастливый момент был нам дан просто так закат, рассвет, улыбка мамы, улыбка ребёнка я не знаю, что-то живое, когда я был счастлив и это было не про то, что я это купил или достиг это не про достижения как птица летает просто так как цветок распускается, а солнце ей уже светит мы же такие же цветы, нам же уже всё дано просто нам нужно снять вот эти блоки, вычистить вот это вот всё снять эти шапки с головы вот эти вот концепции я не могу и принимать, наверное так, и принимать всё, что есть ты знаешь, я когда прилетела на Бали я помню, я сижу, впереди меня красивый янный закат я в красивом месте, океан и я несчастлива и я настолько ещё раздражена от того, что я несчастлива я думаю, что ж тебе не так ты уже всё вот ты же сюда хотела ты же всю жизнь мечтала и попала, почему? что не так? и я понимаю, у меня было несколько таких моментов потому что эта точка зрения, она сформировалась там фильмами, книгами, да, ну опять же социальные если я попаду туда... да, вот там будет классно, нужно... я попадаю туда, мои тараканы едут со мной, бесплатно в багаже моей головы да, я их привезла и в этот момент вот ты классно сказала про... в истории Вилли, что неважно деньги и я просто, когда читала комментарии под видео нашими, там многие указывают, что вот вам легко говорить... вы сидите там на Бали, у вас хорошо всё... вы сидите на Бали, да, и вообще, вот... и как они туда прилетели, на это Бали, в медитации переместились, да... дайте мне денег, я тоже прилечу на Бали, но ты прилетишь со своими проблемами на Бали... везде фокусировка на деньгах, и человеку я просто и по себе сужу так же... мне было очень сложно понять суть радости без денег, очень сложно... поняла... есть... да... да... вот сейчас это совершенно другое состояние... но я к этому шла, но мне год понадобился, то есть и там через боль было... есть ли какой-то проще способ... способ чего? прийти к осознанию того, что для радости, истинной радости, которая вот поднимает энергию... способ просто найти эту радость, хотя бы разочек почувствовать эту радость... ну, вот пока ты птицу из клетки не выпустишь, душу из клетки своих вот этих шур не выпустишь, она не может ничего чувствовать, но как она в клетке будет чувствовать легкость полета, если там полет невозможен... поэтому сначала хотя бы надо вынимать душу, мы на этом курсе сначала душу вынимаем из этих блоков, чтобы она расправляла крылышки, а постепенно потом она начинает летать... давай с тобой подведем итоги нашего интервью и дадим нашим дорогим зрителям ключик, с помощью которого они смогут прикоснуться к собственной душе хотя бы чуть-чуть и к своей радости... да, есть такой ключик, он очень простой, но делать его надо прямо сейчас... жизнь не происходит завтра или вчера, она происходит в моменте сейчас... и если ты сейчас наслышишь, закрой глаза, сделай глубокий вдох, просто вдох... почувствуй, как энергия жизни втекает внутрь твоего тела, внутрь твоего сердца... разливается по клеточкам тела, а с выдохом выдыхает через кончики пальцев рук и ног... и сейчас вдыхай свое сердце и выдыхай... широко, глубоко, много, открытым ртом расслабь уже свою челюсть и впусти в себя поток энергии жизни... как самое чудо, которое данное нам Богом, которое вмещает сейчас в себя все тепло солнца... всю любовь земли, всю легкость ветра... и ты вдыхаешь вот это все изобилие Вселенной в себя и выдыхаешь... и с выдохом этот поток выносит все твои напряжения из тебя... просто отпусти их сейчас... только сейчас происходит жизнь, она не будет происходить завтра или вчера... что ты чувствуешь сейчас... и вдохни в свое сердце энергию жизни... и с выдохом раскрой цветок своей души, как будто в твоем сердце раскрывается цветочек души... возможно, это бутон, которому сложно... возможно, это цветок, который готов распахнуться... а ты просто с выдохом выдыхаешь это все... все происходит сейчас без усилий... легко... впусти в себя сейчас все тепло солнца... все легкость ветра... все течение воды... все плодородие и изобилие земли... и выдохни... пропуская, проливая через все клеточки себя... и скажи себе... Творец Всевысущего... благодарю тебя за этот день... за эту жизнь... за этот миг... за все, что я вижу, чувствую... и принимаю в своей жизни... благодарю тебя за каждый рассвет и каждый закат... за каждого человека, которого я встречаю на своем пути... за каждый опыт событий и ситуации... я принимаю это все... в свою жизнь... я принимаю все части себя... я принимаю себя сейчас... я принимаю свой вдох и свой выдох... благодарю тебя... да будет так... и выдохни силу благодарности... из себя... и если есть внутри какая-то боль... выдохни ее тоже... как будто поток жизни... как великая река жизни... собирает внутри тебя все камни... твоих боли и переживаний... и забирает их... потому что поток Бога намного сильнее... он может вымыть из тебя их сейчас... отдай ему это... как будто Бог берет тебя на ладошки... и говорит... отдай мне свою боль... я заберу ее... и ты отдаешь ее... этот миг жизни происходит прямо сейчас... я благодарю всех, кто нас слушал... будет слушать... почувствуйте себя живыми сейчас... не откладывайте это на завтра... сделайте эту практику прямо сейчас... в этом моменте... потому что жизнь... она происходит сейчас... и завтра это уже не повторится... я благодарю тебя... я благодарю тебя... это просто чудо... да? Большая благодарность тебе за то, что ты транслируешь... за то, что ты даешь людям... каким вкладом являешься в этот мир... это чувствуется просто... насколько ты искренняя... я еще даже готовилась к интервью... просто захожу такая... на твою страничку в инстаграм... и такая... боже... просто это... чувствуется такая энергия... и знаешь... это как энергия... ребенка... такого чистого... неограненного... и в то же время... проявленного... кристалла... и это... это удивительно... большая тебе благодарность... да... а вас, дорогие... я благодарю за то, что вы смотрели это видео до конца... и... любите... развивайтесь... чувствуйте... воплощайте свой потенциал души в этом мире... любите прежде всего себя... и помните, что главный человек в моей жизни это я сам... это не внешний мир... это ты... здесь... потому что через любовь к себе мы таким образом... проявляемся... да... и оказываем самую большую любовь к Богу... это неразделимо... нельзя любить Бога и не любить себя... задумайтесь об этом... потому что во многих религиях как... фанатичная любовь... да... нет... вспомнить все о том, кто ты есть сейчас... это просто... и даже... даже не знаю, как закончить... ну... потому что обычно у нас концовка это... подписывайтесь на наш канал... ну... правда... подписывайтесь на наш канал... такая интересная... а финалочка у нас... ставьте лайки, колокольчики... и... обязательно... обязательно делитесь нашими видео со своими близкими, родными... не нужно никого учить... просто отправьте им это видео... и... дайте им почувствовать это самостоятельно... я вас благодарю за то, что вы были с нами... с вами была я... Анастасия Овсянко... и... прекрасная... Марьянна... Благодарю вас... радуйтесь... вместе с нами... субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok